Конкурс лидеры России как иностранцы смогут получить гражданство РФ. Президентская платформа Россия, страна возможностей уже несколько лет проводит конкурс лидеры России. Сегодня организаторы объявили, что запускают новое направление, трек международный. Участвовать в нем смогут иностранные граждане в возрасте до 55 лет. Агентство «Спутник» рассказывает, каковы условия конкурса и что дает участие в нем жителям ближнего зарубежья. Главное, талант и основная цель проекта заложена в самом названии платформы. Россия должна стать страной возможностей. И не только для своих граждан. В этом убежден первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В 2018 году в послании президента Владимира Путина прозвучало, что принципиальным условием развития России является возможность самореализации людей. И чем раньше человек сможет реализовать себя, тем лучше, заявил он в ходе презентации трека «Международный». По словам Кириенко, о том, что конкурс лидера России действительно помогает людям найти себя, говорят цифры. За три года существования проекта заявки на участие подали 5 миллионов человек. В этом году этот показатель явно вырастет, считает Сергей Кириенко, и во многом благодаря сотруднице МИИ России сегодня, заместителю шеф-редактора агентства «Балтнюс» Алине Герлине. Дело в том, что ранее 26 марта Алина Герлине в рамках мероприятия с участием Владимира Путина обратилась к нему с предложением вести в конкурсе лидеры России отдельную специализацию для иностранных граждан, в том числе для выпускников российских вузов, а также упростить получение гражданства РФ для талантливых соотечественников. Президент инициативу поддержал. Надо сказать, что Алина Герлине – из Прибалтики. Она не постеснялась, вышла с предложением, а в нашем конкурсе хочет участвовать много иностранцев. Мы проводили социоисследование, и по его результатам 93% опрошенных иностранцев хотят остаться жить и работать в России. 80% считает, что конкурс – это как раз возможность проявить себя, прокомментировал ситуацию Сергей Кириенко. Однако не все иностранцы являются достаточно упрямыми, чтобы преодолеть все бюрократические препятствия и остаться в стране, считает сама Алина Герлине. В Россию должны попадать талантливые люди, иногда их надо подтолкнуть, и конкурс лидера России – отличная для этого возможность, сказала она. В НЖ или гражданство как бонус требований для участия в международном направлении конкурса несколько. Быть иностранным гражданином в возрасте до 55 лет и обладать управленческим опытом не менее двух лет. Среди призов для финалистов и победителей трека – образовательный грант в миллион рублей, работа с наставником из числа лидеров российского бизнеса или госуправления, а также шанс попасть в кадровый управленческий резерв России. Но самое главное, все участники, которые пройдут в финал, гарантированно получат вид на жительство, а победители конкурса смогут стать российскими гражданами в ускоренном порядке. Данная практика полезна и для иностранцев, и для самой России, считает генеральный директор ОНО «Россия», страна возможностей Алексей Комиссаров и также приводит в пример статистику. Иностранцы и прежде участвовали в конкурсе «Лидеры России», однако на общих основаниях с гражданами РФ, и активнее всего заявки подавали жители ближнего зарубежья. В топ-5 стран, участниц конкурса попали Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Латвия. Обратите внимание на уровень образования иностранных участников. Более 36% из них являются магистрами, есть и кандидаты наук. 2,2% – РЭД. Говорит Алексей Комиссаров. Антирусские фобии больше не работают. В 1990-х постсоветское пространство надолго стало бездонным колодцем для выкачки мозгов в другие страны, от США до Южной Кореи. Сегодня эту ситуацию нужно исправлять, полагает главный редактор телеканала RT, Международного информационного агентства России сегодня и информационного агентства «Спутник» Маргарита Симоньян. Кто только не забирал и наших айтишников и врачей, самое время и нам забирать по-настоящему успешных людей к себе. Телеканал RT работает с иностранцами с первого дня основания. И когда все начиналось, мы только набирали людей и я была поражена, как много иностранцев хотели приехать к нам работать. А тогда, в 2005-м, Россия находилась не в том состоянии привлекательности, еще не придумали вакцину «Спутник Ви» и много других хороших вещей, рассуждает она. Нужно обратить внимание и на другой момент. Международное направление конкурса сохраняет свое название, то есть иностранцы тоже могут быть лидерами России. Об этом говорит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Россия страна открытая, и этот проект показывает, что не работают русофобские модели, перестают иметь ценность. Люди могут жить в других странах, у них может быть другая национальность, но они знают язык, и чувствуют себя русскими. Это и есть русский мир, поясняет он. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова